Победу для нашей сборной, до этого играли со сборными Кот Дивуара, Рим, как даральных матчей, но имеет очень интересный соперник, имеет совершенно особую историческую команду, обеспечила себе выход из групп. Встречается в истории уже во второй раз, потому что некогда он тренировался. В ноябре 2020 года в Кишиневе российская сборная сыграла с молдаванами Энгина Фарата нулевую ничью. Тогда еще нашу сборную возглавлял Санислав Саланович Черчесов. Так что соперник, которому интересно бороться, пролюбопытно встретиться с таким соперником, как Россия, потому что кенийская сборная идет к стартующему в ноябре отборочному турниру чемпионата мира. И ни разу не попадав на этот турнир, кенийцы, вот теперь с новым главным тренером, турецким, рассчитывают пробить эту новую высоту для себя и оказаться... ...терешнейшее и уникальное в своем роде бразильское турне. Сегодня была игра против команды Сан-Паулу, которая завершилась со счетом 1-1. Поздравляем нашу молодежь... ...парней, потому что, видите, как удачный вратарь сборной Кении, даже выбегают на поле доктора. Атака голевая начинается в таком хорошем современном стиле, с прессинга, с перехвата. А вот Максим Мухин здесь использовал эту оплошность защитника сборной Кении, который потом получил изрядный нагоняй от своих партнеров по команде. Это Энтони или Тедди Акуму. Шестой номер допустил вот такую ошибку. Сан-Паулу... ...предел кенийскую команду. Что касается Тедди Акуму, который... ...из вообще Кению, пускай и не такие прочные, как с некоторыми другими африканскими государствами, а связи все-таки объединяются с российской командой. Да вот сейчас ошибка допускает и наша сборная, и мяч в сетке ворот. Ну, надо же такому случиться. Кениицы подарили гол нам, а мы ответили им любезностью. Причем это Дмитрий Баринов сделал такую неаккуратную передачу. После как заблокировать первое касание, но дальше... ...смотрите, что происходит. Ну, как же так? Под давлением. Понятно, под давлением здесь Дмитрий Баринов, может быть, дело не в его вине, а в том, что ему не подсказали партнеры, что вот в такой агрессивный достаточно отбор очень сильно пошел. Шестой номер сборной. Представляете, вот он, тот же самый шестой номер команды. Энтони или Тедди Акуму. И никакой не полузащитник может играть. Снова Антон, и входит вроде бы уже в стартную площадь. И мяч под ударной правой ногой у Антона. Но что-то помешало ему. Поле с постоянными ударами. Очень здорово всех проявляли, как раз нынешние центральные защитники. Георгий Джики и Роман Евгеньев очень много забил. А дальше начинаются стыки. Но вот здесь образец такого стыка, каких хотелось бы видеть поменьше. Конечно, да, сыграл в мяч Нонди первым движением своим. Но следующее было очень болезненным для Даниила Фомина. Футболист, который у кенийцев умеет далекие ауты бросать, потому что в юности в регби играл пока в запасе, не на поле. А вот те, кто на поле сейчас проводят позиционную атаку. Кеннет Мугуна отпасовал. Он такой в составе. Достаточно легко игроки. И новая подача. Усполнение Кеннета Мугуны из клуба Кения Полис. Футбольный клуб, представляющий национальную полицию. Но Кеннет Мугуна был капитаном другого кенийского клуба Гор Майя. Одного из самых сильных клубов в Кении. Однако уезжала страна, вернулся в другую команду. Ту самую Кения Полис. Не в свою родную команду. Он сказал, что в большом футболе все решают деньги. Футболист. Путь подает другой футболист. У Кениц мы видим это. Эрик Ума из шведского клуба Айк. Подача. Здесь очень опасно. Надо работать в воздухе нашим парням, потому что кенийцы высокие. Ну а то, как они в борьбе легко падают, складываются. Мы уже видели, если такое произойдет в штрафной площади, будут подозрения на 11-метровые. Этого нам не надо допускать. Какая срезка неприятная. От головы Георгия Джики. И мяч в сетке ворот. Ну тут уж ничего не попишешь. Мяч срезался удобнейшим образом для кенийского футболиста. И Масуд Джума. 16-й номер команды. С клуба Айк Джабалаин. Уступает он во втором дивизионе чемпионата Саудовской Аравии. Отправляет легкий мяч в сетку Ильи Помазуна. Посмотрите, здесь он во взайде находится. И со Средней Азиасии. С игрока кенийской сборной ушел на угловой. Да, вот здесь вот подставил себя под этот удар Майкл Улунга, капитан команды. Алексей Миранчук сигнализирует своим. Здесь не будет розыгрыша, будет подача. Подкручивать Алексей станет к воротам этот мяч. Посмотрим. Но в верховой борьбе очень трудно с кенийцами нам тягаться. Много, очень много рослых ребят. Еще подача. Через касание игрока кенийской сборной. Нужно возвращаться. Нашим. На свою половину поля. Помазун. Здесь тоже не очень уверенная игра. Головой сейчас была в исполнении Джонстона Амурвы. Но в отличие от ситуации... Начала ту атаку. Но Соболев уже точным ударом ее завершил. Так мы повели. И казалось, что, в общем-то, все в таком режиме, наверное, продолжаться и будет. Трибуны здесь практически полностью забиты российскими болельщиками. Которые отдыхают здесь, в Турции. Которые либо живут здесь, недалеко, в Антонии. И кто-то билеты покупал, кто-то получил бесплатно. В общем, они здесь явно наслаждались моментом. Но буквально через несколько минут тот же самый эпизод, похожий по смыслу, с ошибкой защитника, случился уже у наших пород. Там Дмитрий Баринов попал под давление шестого номера сборной Кении. В итоге потерял мяч. И спустя пару секунд уже сам забил. И счет стал 1-1. Вот тогда уже было тревожно. Просто мы накануне общались с тренером сборной Кении. И он как раз говорил, что мы собираемся прессинговать. У нас Таников получается. У нас достаточно крепкие футболисты. И в итоге к концу первого тайма они выглядят уже даже поинтереснее. Но как минимум снова в результате ошибки футболиста сборной России. Смотрите, здесь он в ассайде находится. Здесь за... Далер Кузяев уже пару мячей за Гавр в чемпионате французском забил. Гавр пока находится в нижней части таблицы. Забитые мячи российского полузащитника команде очень нужны, конечно. А здесь они нужны тем паче, как то есть. В центру движется. И здесь, когда уже перед ним вырос. Его передача в матче с Камеруином стала Голливуд. Ну и непонятно. Все-таки повреждение получил он в результате вот этого удара. Наверное, все-таки да, в результате удара. Данил Глебов выскочил сзади. Был капитанский опыт у него. А вот предыдущий эпизод с Мухиным, которому там немного асс. Один из футболистов кенийской сборной, от которого мяч отскочил. Ну и полетел. Да, мистер Атакин, я знаю, что у вас много вопросов. Но спасибо, что мы пригласили в Танзанске. И это было бы удовольствие, что у вас на нашем шоу. И я бы хотел, чтобы начать с этим. How far are the preparation towards game against a giant team from Tanzania? Симба Sports Club in Camp Champions League are going to live there in Botswana. Thank you, Moussa. And let me just start by greeting everyone in Tanzania. And I really appreciate that you've given us this opportunity to give them an update around this wonderful team called Charlie Galaxy. Thank you.